Почему я люблю брауни? Потому что это очень на самом деле простое пирожное, которое может даже ребенок приготовить. Светлое, уютное, располагающее к приятному чаепитию кондитерское. Такая же открытая, доброжелательная и влюбленная в свое дело ее хозяйка Ирина Елисеева в качестве презентации подготовила мастер-класс по украшению пирожных. Представить свою деятельность любой участник конкурса может так, как считает нужным. Вот такой мастер-класс готовил кондитер для участников конкурса, точнее для жюри. У вас уже должно захотеться сильно-сильно пирожного показывать? Очень. Представители конкурсной комиссии с увлечением взялись за дело, потому что готовить авторское пирожное действительно интересно. На постоянной основе Ирина с удовольствием проводит такие же мероприятия для детей. Ее бизнесу нет еще и трех лет, но значительно раньше она поняла, что банковская сфера – это не ее. Дарить людям сладкое счастье – это то, что ей по-настоящему нравится. Первый вопрос, который мне супруг задал – вот ты видишь себя на этом месте, вот я в банке, да, работаю, до конца своей жизни? Я говорю – нет. Он говорит – а ты видишь себя вот в этом деле до конца своей жизни? Я говорю – да. И все. Вот так мы приняли это решение. Один из моментов был, что у меня будет своя площадка для мастер-классов с ребятишками. Мы с ними расписываем пряники, печем с ними пирожные. Мне это очень-очень нравится. И производство тортов тоже. Сейчас это 50 на 50 в нашей деятельности. Я вижу, что абсолютно все участники с горящими глазами. Это классно. То есть молодой бизнес, самозанятые годы. То есть у них есть еще желание заниматься бизнесом. То есть они находятся на самом старте. То есть сейчас, как я некоторым говорю, у вас двери вообще открыты. Вы можете себе позволить абсолютно все. Намечтать любой бизнес, любые масштабы, которые только можете себе представить и идти к этой цели. Критериев для оценки настоящей категории, по-моему, 11, если я не ошибаюсь. По всем критериям необходимо оценить каждого участника. Не только по эмоциональному, не только по тому, как он презентует свой бизнес, но и по финансовым показателям в том числе. По определенным критериям оценивать членам комиссии и самозанятых. Их в своей номинации 11. Это и психологи, и специалисты, представляющие услуги дополнительного образования для детей. И те, кто, как Николай Викторович Зотов, привык создавать красоту своими руками. Руки покажите. Солоки и руки. Картины из дерева комиссия оценивала у него дома. А вот заготовки для них он делает буквально под окнами своей многоэтажки. В гараже оборудовал мастерскую. Это цифровые технологии? Да, тут, как говорится, современное все. Вот готовое изделие, которое делается при помощи вот этого станка. Вот такой вот шаман. Ну, а затем он дорабатывается уже вручную. В прошлом году Николай Викторович получил социальный контракт на сумму 250 тысяч рублей. На эти средства он приобрел специальный станок, который позволяет из эскизов, выполненных в национальных мотивах, делать красивые, долговечные картины из дерева. Тоже тот случай, когда увлечение стало бизнесом. Наверное, в этом и есть успех своего дела. Оно должно быть действительно своим. Когда ради него вы готовы вставать в 4 утра и печь тот самый уникальный авторский торт. Или из теплой, уютной квартиры идти в гараж в мороз, чтобы часами трудиться над созданием шедевра из дерева. Участников конкурса «Лучшие в бизнесе» в этом году 17. Награждение «Лучших» состоится 8 декабря в городском центре культуры «Победа».